МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом, коррупцию можно определить как неправомерное использование лицом своего должностного положения вопреки интересам службы, для незаконного обогащения, необоснованного получения различных услуг или реализации иных неправомерных материальных личных интересов. Коррупция проявляется в совершении преступлений коррупционной направленности. Сюда относятся различные виды хищения материального имущества или денежных средств с использованием служебного положения, получение либо дача взятки, коммерческий подкуп, превышение должностных полномочий или злоупотребление ими. Основные направления противодействия коррупции можно определить, во-первых, в профилактике, потом в непосредственной борьбе с коррупцией сюда входит выявление, пресечение фактов коррупции, раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности и ликвидация последствий коррупционных правонарушений. Работа прокуроров направлена на своевременное выявление и устранение фактов коррупции. Для этого применяется целый спектр мер прокурорского реагирования. Вносятся представления об устранении нарушений, приносятся протесты на противоречащие закону правовые акты. Из них также исключаются коррупциогенные факторы, о чем мы поговорим сегодня. Осуществляется надзор за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов. Также прокуратурой реализуется координирующая роль в борьбе с преступностью. И помимо этого применяются меры по привлечению к административной и дисциплинарной ответственности юридических и должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений. Сегодня в программе старший помощник прокурора Республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Баташев расскажет об итогах работы в данном направлении. Радмир Казбекович, теперь я хочу обратиться к вам. Здравствуйте, во-первых. И хочу спросить у вас об итогах работы органов прокуратуры Республики по противодействию коррупции в этом текущем году. Расскажите. Здравствуйте. Хотелось бы сразу отметить, что органами прокуратуры проводится определенная работа по защите государственных интересов прав, свобод граждан от коррупционных посягательств, что, безусловно, вполне реализуемо и в пределах полномочий органов прокуратуры. За первые полгодия текущего года органами прокуратуры выявлено свыше 2300 нарушений антикоррупционного законодательства, в целях устранения которых внесено 1000 актов прокурорского реагирования, и 400 должностных лиц понесли предусмотренным законом ответственность. В данном случае сразу хотел бы сказать, что 9 должностных лиц из них было принято решение о возбуждении уголовного дела. Уголовная ответственность понесли 47 должностных лиц административную ответственность. По результатам проверок работниками прокуратуры выявлялись факты участия чиновников муниципального управления коммерческой деятельности, конфликтной ситуации, прямого, сказать, подчинения конфликтных ситуаций. Это когда, например, супруг являлся, замещал должность главы администрации сельского поселения, супруга дома культуры или муниципального учреждения, которое подведомствовано, безусловно, администрации сельского поселения. Также хочу отметить, что прокурором республики в Черкесский городской суд направлено исковое заявление о взыскании в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Обстоятельства дела у нас таковы, что должностное лицо, которое замещало должность органа государственного власти за определенный период времени, имея доход, он и члены его семьи, имея доход в сумме около 29 миллионов рублей, приобрели имущество на сумму свыше 98 миллионов рублей. Исковое заявление Черкесским городским судом принято к производству, проводятся судебные разбирательства. Коррупционные процессы в текущем году были выявлены в бюджетной сфере правоотношений и распоряжении государственным и муниципальным имуществом. К примеру, следственным органам республики возбуждено 5 уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств в рамках реализации национальных программ. Там общая сумма свыше 50 миллионов. А вот поводом для возбуждения послужили материалы прокурорских проверок. В части выявления и пресчения преступлений коррупционной направленности также хочу отметить, что правоохранительными органами республики выявлено 77 преступлений коррупционной направленности. Из них 36 уголовных дел – это уголовные дела по фактам взяточества. Получение взяток, дача, посредничество во взяточестве. Возбуждались уголовные дела тяжкой категории, особо тяжкой категории. В качестве примера также могу привести. Уголовное дело возбуждено по организации участия в преступном сообществе, где фигурирует лицо Нотариальной Палаты Республики, один из руководителей управления актов гражданского состояния города. Следственным проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-разных мероприятий по завершению предварительного следствия и направлению уголовного дела в суд. В части рассмотрения судами Республики уголовных дел коррупционной направленности у нас в первом полугодии всего рассмотрим 21 уголовное дело в отношении 22 лиц. Оправдательные приговора судами не выносили. Субъектовый состав осужденных – это сотрудники правоохранительных органов, работники администрации сельских поселений, контролирующих органов. Это практические показатели не только работы органов прокуратуры, но и правоохранительных органов в части выявления и пресчения преступлений коррупционной направленности. Радмир Казбикович, скажите, а в каких органах и в каких сферах чаще всего выявляются коррупционные нарушения? Вы знаете, давать определение и говорить, что чаще всего выявляются, потому что каждый год практика совершенно разнообразная, можно отмечать, сказать, может, в массовом порядке или выявляется правонарушение законодательства противодействия коррупции, можно отметить как бюджетную сферу правоотношений, жилищно-коммунальное хозяйство, распоряжение государственным и муниципальным имуществом. Вот это, наверное, основные такие направления, где с года в год, по крайней мере, работниками органов прокуратуры, органами прокуратуры выявляются нарушения антикоррупционного законодательства. Хотя, наверное, и в других сферах... Совершенно верно. Совершенно верно. И не является никаким показателем, если, скажем, в текущем полугодии или в этом полугодии текущего года выявлено 100 нарушений, что в следующем полугодии или следующего года будет выявлено 100. И также следующий вопрос. Коррупциогенные факторы в нормативных актах. Что это такое вообще? И что делается прокуратурой в этом направлении для того, чтобы это устранить? Знаете, в соответствии с федеральным законодательством, приказами и распоряжением генерального прокурора, органы прокуратуры всецово проводят антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов. Вот я вам в качестве примера приведу, скажем, примерно, да, в фигуральном порядке, администрация района приняла постановление о развитии физической культуры, спорта на территории района. Но в этом же нормативно-правовом акте они не указывают ответственность должностных лиц, сроки проведения и иные критерии, которые могли бы руководствоваться. Что собой определяет как коррупциогенный фактор? По результатам проведенных проверок органов прокуратуры выявлено, проверено 892 нормативно-правовых актов и столько же примерно проектов. И в них выявлено 77 нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенный фактор. Притом в 77 нормативно-правовых актов содержалось 126 коррупциогенных факторов. На данные нормативно-правовые акты прокурорам были принесены протесты, которые рассмотрены, удовлетворены, коррупциогенные факторы устранены. Радмир Казбикович, скажите, пожалуйста, куда следует обращаться с заявлением о нарушениях антикоррупционного законодательства? Пользуясь случаем, я хочу напомнить, телефон доверия, в любое время можно обратиться, 2674-98 и 2674-92. Мы живем в век развитой технологии. Человек может с дома открыть в интернете официальный сайт органов прокуратуры республики, указан на и адрес, где может человек, я повторюсь, не выходя с дома, в любое время может обратиться в любую прокуратуру города, район, и, безусловно, в аппарат прокуратуры республики, как передачи дежурному прокурору, так и просто передачи для регистрации данного обращения, которое будет рассмотрено, уверяю, в установленные сроки, и заявитель получит ответ. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо вам.